В Тверской области делают все, чтобы жители занимались спортом и добивались высоких результатов. Для этого ведется строительство различных спортивных комплексов. Ну а для тех, кто уже добился существенных успехов, в регионе учреждена стипендия губернатора Тверской области. Ее получают члены сборных команд основного резервного и молодежного составов. В том числе и это спортсмены с инвалидностью. С одним из получателей стипендии пообщался наш корреспондент. Юлия Бабашинская занимается греблей с 8 лет. И это неудивительно, ведь родители Юлии сами в прошлом опытные спортсмены. Отец мастер спорта СССР по биатлону Станислав Бабашинский. А мама мастер спорта Советского Союза по лыжным гонкам Галина Ордена. В лыжи не отдали, потому что только база, лыжная далеко была от дома. В принципе, я была очень влеченным ребенком, то есть я в музыкальной школе уже училась, то есть у меня было очень много занятий. Однако из множества занятий в детстве гребля для девушки стала главным делом жизни. Сейчас Юлия мастер спорта, погребли на байдарках и каноэ, чемпионка России, член молодежной сборной команды России. Привлекает именно драйв, драйв скорости, движений. Просто что-то постоянно на свежем воздухе находишься, во-первых, там они в каком-нибудь зале. Поэтому это приоритет для меня. Если две тренировки в день, они на воде, то есть в целом где-то 3,5 часа, может быть 4. Если в зале, ну тоже, в общем, около 4 часов, там 5 в день максимум тренируемся. Как любой спортсмен, Юлия стремится идти вперед, улучшать результаты, добиваться более серьезных побед. Ну, наверное, из самых таких моих главных достижений это первенство мира, первенство Европы в 2021 году по юношам до 19 лет. Я выиграла первенство мира, была призеркой первенства мира, первенство Европы тоже. Ну, на будущее, там, вот у нас предстоят игры Брикс в Казани, тоже международный старт. 9 стран там собрались, будет интересно, я думаю. Еще один получатель стипендии губернатора в этом году Антон Федулов. Самый титулованный действующий пара спортсмен Тверской области. Он мастер спорта России, призер летних игр паралимпийцев, чемпион России по легкой атлетике, многократный призер чемпионатов и кубков России по легкой атлетике и гребли. Выступления на соревнованиях для меня тоже очень важны, чтобы на своем примере показать ребятам, которые потеряли здоровье, что на самом деле не все потеряно, что наше тело это всего лишь как бы оболочка. Вот самое главное это дух, ни в коем случае не надо сдаваться, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. И всегда тренироваться, чтобы не произошло в их судьбе двигаться дальше и обязательно они добьются высоты. В юности Антон Федулов занимался дзюдо, но 18 лет во время купания в реке получил тяжелую травму позвоночника. Прогнозы врачей были неутешительны. Но благодаря воле, упорству и труду, а также поддержке близких, Антон вернулся к занятиям спортом. Утром у меня тренировки на воде, два часа, потом еду, восстанавливаюсь, отдыхаю. И с полшестого у меня тренировки в зале по легкой атлетике. Так каждый день, кроме одного дня в неделю. Конечно, для каждого спортсмена важна поддержка не только тренера родных и близких, но и региональных властей, которые создают условия для подготовки конкурентно способных спортсменов, чтобы они могли побеждать в знаковых соревнованиях. Это очень здорово стимулирует молодых спортсменов на высокие результаты. И очень приятно, что правительство оценивает наши результаты. Мы, конечно, выступаем не за деньги, мы выступаем за честь Тверской области. По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, люди, которые занимаются спортом, особенно со сложностями со здоровьем, заслуживают особого уважения и поддержки. Они являются примером для других.